Всем добрый вечер. По достаточно многочисленным просьбам, пусть и небольшого количества людей, записываю собственный Блиц в интернете. В данном случае играем на Ли Чеси. Как вы видите, с человеком под ником Сенсей64 с очень приличным рейтингом. В общем-то это вполне себе мастерским. Ну да, это Грунфельд. Одна из основных позиций в симметричном Грунфельде. Ну и вот последнее время, в первую очередь с подачи крамника, белые стали часто играть вот этот вариант С4. С Ли Чеси возможно, действительно. И имеет тот несомненный плюс, что не могу сходу припомнить, что здесь за белых сильнейший. Ну, наверное, есть смысл взять, сыграть конь Е5. Слон Д5 может быть просто Ф3. После этого хочу пойти Е4. Конь Д5. Тут какая-то конкретика начинается. Чувствую я, что все это может закончиться довольно плохо для меня. Хотя, не сильно удивлюсь, если мне кажется, что это все еще теория. Слон Д2, наверное, есть ход. Так, Слон Д2 коньится 3. Нет, там коньится 6 в конце. Давайте попробуем Слон Д2. В принципе, вполне традиционно для себя я уже стал по времени. Но вот этот размен... То есть, да, тут, конечно, весьма, скажем так, стратегически обоюдоострый. Но, по идее, белых должна быть какая-то игра все-таки по черным полям. Хотя ее не так легко найти, если честно. То есть, Ф4 играть не хочется. Может быть, придется. Е4 вообще играть не хочется, потому что после Конь Б6 все черные легкие фигуры идут именно в ту сторону, куда им как раз надо идти. Ждаю хода ЛД8. Пойду Ферзь Е1. Полезно увести Ферзя из-под всех тактических неприятностей. Конь Б6. Ну и, видимо, надо играть что-то вроде Слон Е3. Конечно, достаточно обидно, потому что теперь Е4 никогда не проведешь. Но конкретные обстоятельства, как часто бывает, диктуют условия. Конь А4. Конь довольно далеко от колесков фланга, но я не могу понять, как этим воспользоваться. Может быть, Слон Е4... Слон Е4 и Ф5 не получается. Он всегда Ферзь Е5. То есть, ну, надо как-то... надо что-то провести, непонятно, как этого добиться. Слон Ф2, Е4, ну, слишком неказист. То есть, не так легко придумать какой-то план здесь. Может быть, H3, G4, F5. Ну, давайте попробуем. Времени очень мало уже. Конечно, теперь нет преимущества двух словов. Стратегически у Черных вообще все замечательно. То есть, я в какой-то степени взял на себя обязательство здесь решать партию атак, и атаки пока не особо наблюдается. Хоть пешку отдавали. Ну, давайте попробуем отдать. Ну, конечно, уже видно, что это не то. То есть, конь Ц3, Ф5... Больше по большей степени это похоже на какую-то психическую атаку, или больше, чем на реальную. Ладья Б2. Хороший ход. Сыграй Ладья Б2 на конь Ц3, по Сф3. Там конь Д5, ну, в общем, позиция белых разваливается потихоньку. Ну, наверное, какая-то интрига здесь еще сохраняется. Кунда один, в принципе, в взрывном стиле продолжает играть мой соперник. Сказать нечего. Ну, давайте возьмем... Сыграем мы в 5. Идти так до конца. Было бы здесь немножко побольше времени у Бела. Еще какие-то шансы, наверное, сохранялись бы. Но... В таком режиме, как сейчас, то происходит явно нет. Эвжей довольно сильная угроза. Не так уж легко ему сопернику сейчас найти ход будет, я думаю. Может быть, как-то Е6, ФЕ, Ладья Б7. Ну, а такое надо решиться еще. Да, неожиданно довольно сильная контр-эгра все-таки прошла по линии F. Задумался мой соперник. Ну, Ж5 возможный ход. Мне надо быстрее реагировать, я это сделать не могу. Ну, возьму на Ж5. Возьму еще здесь. У Сыграя И2 просто не успеваю, скорее всего. Так, ну это какой-то совсем странный ход. Ну, видимо, все равно ничего нет у Белых. Или есть. Ну, тут довольно забавная концовка. Конечно, моему сопернику не стоило допускать, потому что теперь я неожиданно заматую. Хотя партию он проводил блестяще. Бывает и так. Всем спасибо за внимание. Продолжение следует...